ребята всем привет сегодня у нас дождь пошел значит так видео видео экстренная помощь называется розели вот есть такой препарат называется цепек цепек десятипроцентный видно в общем этот препарат хорошо идет от пироеда пухоеда от разных в общем от всяких жучков паучков тараканчиков в том числе и от пироеда и от пухоеда и он не очень такой химический токсичный химический активный то есть можно пшикать прямо на птицу вот то что мне сейчас надо в общем я беру литр воды чуть чуть больше налил чтобы вдруг чтобы избежать передоза в общем литр воды сейчас набираем этого препаратика кубик можно чуть больше набрать будете дома делать это вот по поводу как помните может кто в курсе раньше был вот я кубик набрал раньше был мустанг а сейчас у нас мустанга нету не знаю может у кого-то есть мустанг можно пользоваться мустангом все сейчас быстренько наведем а история такая самка розелы самка розелы собирается на яйца домик домик села вроде как нестись собирается вроде как не нестись вчера такая погода была шикарная а сегодня вот дождь идет я сейчас под зонтиком тут с вами чтоб камера не намокла и чтоб я не намокла все вот взболтали получилось пена белая и сама эта водяга тоже получается белая у меня бутылка зеленая видно плохо но сейчас попробуем вот шприцы видите она белая как но если кто корову держит там или козу если молоко развести водой вот такой получается цвет все заряжаем сейчас пойдем покажу вам розелу покажу ее симптомы и обработаем ее пожалуйста вот это вот цыпек называется имейте ввиду хорошая вещь за место альтернатива мустангу так сейчас надо все это дело аккуратно взять кстати вот пожалуйста блок привезли вчера вечером привезли блок уже немножко даже таскать начал я же там хочу в небольшой новый новый небольшой небольшое помещение для содержания канареек попугайчиков а там посмотрим но в основном будет так ладно не будем пока от темы уходить все бежим так вот еще пожалуйста вдруг я там плохо показал цепек 10 процентный фокус наведется наружно для наружного применения то есть обрабатываем пшикаем птицу здесь по инструкции есть и пушной зверь и собака и и поросята не видно сейчас вот вот видите и собака первый идет пушной зверь потом собака поросята козы коровы и кони верблюды ну инструкцию почитайте здесь все прекрасно понятно тут и он и для крупных и для мелких птиц и для крупных птиц и пушной зверь и живот животноводческие помещения в общем хорошая вещь рекомендую все погнали пшикать ну вот они друзья фокус пока настроил значит слева получается слева самец розелла пестра справа самочка розелла пестра вот видите какой красивый хвост у самца то есть он ровный гладкий а у самки хвост он как елка вот сейчас видите как у самца четко пирог перу и никаких там нету как сказать ну таких лохма лохматости нету да допустим а вот у самочки я сейчас близко не могу камеру сделать тут пасмурно будет качество упадет и вам не будет видно вот видите какой лохматый хвост у самки то есть он у нее распушенный возможно я сперва подумал может когда на гнезде сидела может жувала там она его не знаю бывает такое но потом присмотрелся там нету несколько вот этих вот перинок нету и как его сейчас скажу последствия вот если возьмете швейную машинку и прошьете ткань чтобы такие дырочки отверстие это отверстие получается дает пироед пухает он корилы крючат так она спряталась что-то куда спряталась друзья пока мы с вами тут болтали она в домик залезла видите недавно домики повесил но вернее это именно у этой пары домик уже висит примерно полгода выходи будущая мамаша а вот она сидит выглядывает сейчас мы не попшикаем душ заказывали я пока шел до вас под дождем намок а вы тут прячетесь в общем друзья пшикаем не боимся ну пшикаем с надеждой конечно на лучшее наша задача сейчас ее просто облить чтобы она мокренькая мокренькая была вот я кажется попадая ведь она а вам не видно вот сейчас пожалуйста будем целиться прям ей на спинку это все дело стекает можно попшикать допустим если вот хотя будку я обрабатывал тоже скворечник но думаю пускай все равно сейчас обработаем и скворечник то у меня тут считай полторашка целое этого средства кстати можно будет открыть думаю даже сейчас открою там у меня подглядка есть чтобы подглядывать и там везде на пшика и вот туда сейчас там есть небольшие дырочки средство очень хорошая гоняет всех жучков паучков прям я уже не первый раз с этим средством мне ну нравится то что но не очень токсичная сейчас кормушку уберу друзья если есть вариант убрать кормушечку вы уберите но чтобы целенаправленно не попадала у вас туда если случайно попадет то ничего страшного но опять таки если несколько капель а если вас там набухаете туда настреляете такой строй а потом скажите что мы видели там один пацан наливал прям по кормушкам нет друзья аккуратненько аккуратненько без фанатизма вот она уже у меня мокрая уже и даже летать дайте самца немножко затронем чё а то он сидит смеется там на самочка короче пшикайте вот видно хорошо прям да отлично получается и буду наблюдать ну наверное недельку дам ей посмотрю по состоянию почему вообще сегодня обратил внимание когда утром управляться пришел она именно прям вылезла со скворечника и чистится там под пире под под одним крылом под другим крылом такая вся беспокойная сидит а самец рядом сидит ничего нормально вообще ноль эмоций ну спокойный такой и вот тут я подумал наверное на мою птицу обработать вот я ее уже намочил прям сильно ведь она даже летать уже не может крылья мокрые я думаю хватит пускай сохнет вот такая вот она теперь бабка ёшка костяная ножка все пускай сохнет вот она обтряхнулась и упала да с мокрыми крыльями особо не полетаешь ну давай взлетай подруга взлетай вот так сейчас она взберется на палочку крылья мокрые особо не летят ну в общем вот так вот я ее обработал этим средством теперь я что хотел сказать день-два пропущу и буду наблюдать чтоб она сама себя активно не не чесала то она активно чесалась я подумал что что-то беспокоит как бы в принципе попугаем это норма жизни что они там чистятся за собой следят это положено но в таком случае до перья все должны быть красивые выглядеть а тут видите как она такая вся лохматая чистится чистится я думаю ну наверно кто-то там бегает по ней ну и решил попшикать вот такие вот у меня сегодня новости а тут все прислушались тут вот эти эти разы вы кстати тоже должны может скоро съесть а вот там у меня молодые сидят сейчас покажу вам вот тут у меня молодежь сидит но им уже год без месяца может без двух месяцев я им вообще задумал я им до мая поставить домик но еще видите не успел домика нету немножко не успел буду сейчас вот над этим работать на днях буду ставить домики этим розелом здесь вот уже без щеки вон вчера вылетел малышек он сидит еще вы уже видите крылья выросли а хвостик еще не вырос а так вылитый а не знаю но по размеру вроде как одинаково уже с отцом с матерью а вот хвост еще короткий но это первый там еще в будке сидят несколько штук так вроде все друзья давайте тогда до свидания ко всем если какие то вопросы есть пишите я отвечу подробнее расскажу если кто-то может каким-то другим методом обрабатывал то пожалуйста пишите буду признателен за советы задельные за помощь все до скорой встречи побежал я еще надо блоки блоки надо перевозить на место стройки все всем пока